Приветствую вас, дорогие, на добром канале! Познакомимся с сегодняшними новостями. Новостями минувшего дня, 12 июля 2022 года. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил информацию о том, что в ВСУ попали в склад боеприпасов, которые оккупанты разместили в Новой Каховке. У людей вылетают окна, но они все равно радуются, потому что это значит, что ВСУ близко отметил Хлань. Сегодня утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Тим. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется. Российские недоваятии боятся даже безоружных азовцев. Защитник Азовстали Дмитрий Усиченко, который вернулся из плена, рассказал очень интересную историю. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, азовцы выстроились, и он крикнул своим голосом «Слава Украине!» и они ему ответили. И тогда, блядь, все эти вертухаи, они обосрались, думали. Воздушное командование СХИД сегодня отмечает годовщину со дня основания. Уже 6 лет СХИД выполняет важнейшие задачи по охране воздушного пространства в составе воздушных сил ВСУ. За время российской агрессии, за 4 месяца активных противостояний, подразделения ВК СХИД уничтожили. 31 боевой самолет, 39 крылатых ротет, 125 беспилотников и 3 вертолета. Кадьевка, Стаханов, Луганщина. Утром в оккупированной Кадьевке высокоточно отработали по скоплению техники РФ возле местной школы. Горят три разных скопления техники. Десятилетняя Валерия собрала 21 тысячу гривен для фонда Сергея Притулы. Она играла с прохожими в шашке на деньги. Проигравший должен был платить. Об этом сообщил Сергей Притула на своей странице в Facebook. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия – чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда, наш фонд, с такими детьми победить невозможно, написал он. Мы в шашке. И выиграете? Вы же как чемпион? Да. 21 тысяча. Также сегодня враг ударил по Зеленодольску из ствольной артиллерии и ураганов. Из-за попадания боеприпасов возник пожар. Загорелось 3,5 гектара стерни. Предварительно люди не пострадали. Спасатели проводят проверку, ищут опасные кассетные элементы. Далее. Окупанты сообщают о взрывах в промзоне подконтрольного РФ Энергодара. На фоне виднеется Запорожская АЭС. Информация уточняется. В результате сегодняшнего обстрела индустриального района в Харькове ранены 4 человека, сообщает Олег Синегубов. По данным ГСЧС, в результате обстрелов вгорели гаражи хозяйственные постройки, пристройки вблизи СТО, а также разрушенные рядом расположенные жилые дома. Пожалуй, самая яркая новость на сегодня. Спецназ Главного управления разведки провел спецоперацию в глубоком тылу врага. Наши бойцы зашли на временно оккупированные территории Херсонщины и освободили 5 пленных. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...